Всем привет, у микрофона Маша Инверна, и вы слушаете настоящее интервью. У меня в гостях новоиспеченный игрок команды Na'Vi, Дима Ахмо. Привет. Привет, привет. Слушай, ну это просто мечта, по крайней мере до недавнего времени, это точно была мечта любого дотера в мире, быть игроком команды Na'Vi. Поэтому мой первый вопрос очень банальный. Как вообще так вышло, что ты начал играть с ребятами и в итоге вот остался в команде? Вообще, изначально все друг друга как бы все светятся, все где-то играют, то есть и все друг друга как бы знают в каком-то кругу именно дота комьюнити. Ну, я начинал типа играть в СВЗ, именно тогда с Shadow, с Artstyle во главе, вот у нас с капитаном был. Ну и мы как бы хотели что-то сделать, что-то типа второго состава Na'Vi. Но что-то не пошло, игроков особо не было, плюс два нормальных кандидатов. В итоге мне Ваня Artstyle предложил попробовать пойти в состав, потеститься именно в Na'Vi, в официальный состав. Ну, первый. Ну, тогда уже вот начали играть. Я знаю то, что раньше, когда ты там выступал за какие-то команды, стаки, ты вообще-то не оффлейн играл, насколько я помню. Как ты переквалифицировался вообще в оффлейнер и почему? Это специально ты для Na'Vi сделал или ты уже раньше пробовал? На самом деле могу сказать то, что сейчас столько игроков, особенно молодых вообще, и мидеров, и уж тем более первой позиции игроков очень много, серьезно, их очень много. А как раз вот на позицию оффлейна игроков-то практически нет. А мне так как особо-то играть на разных героях и на разных ролях нетрудно, я решил попробовать именно поиграть на оффлейне, именно пересесть конкретно. То есть уже где-то буквально месяца как 3-4 я именно играю только оффлейн. Даже практически в пабе, допустим, если я раньше играл, онли мид, онли какой-то там керри, то сейчас я уже именно даже и в паблике начинаю большинство игр играть на оффлейне. Вот ты играешь в паблике на оффлейне. Бытует мнение то, что выиграть ранкет, не знаю, без лозунга мид орфит просто невозможно. Ты сейчас играешь на оффлейне большую часть времени, каково это? Реально тащить игры с третьей позиции в паблике? А вот как раз по этому поводу я могу рассказать много историй. Это на самом деле, это правда, то что не турфит, и все, больше никак по тесту, и уж точно больше 7000, ты никак не апнешь, если ты будешь играть именно на других ролях. Но есть такая фигня в ранкете, так как она нифига не доделана, нормальная система. Есть такая тема, что как бы кидает в игры либо лоу брекет, либо наоборот хайр брекет. И то есть, допустим, ты заходишь, попадаешься, у тебя там, за тебя там 7 качелики, там 8000 ммр, все нормально, все хорошо играют, почему бы не их сыграть на оффлейне? В основном такие игры, как раз таки, когда попадаются, а таких игр сейчас где-то процентов 60-70 в ранкете, особенно если играть в правильное время, то почему бы не играть на оффлейне, когда ты знаешь, что за тебя 4 хороших игрока на других линиях. Мы с тобой еще вернемся к обсуждению ранкета и оффлейна, когда будем говорить про патч, но пока давай вернемся к Na'Vi. Ты в целом, до того, как сам присоединился к команде, следил за какими-то ее взлетами, падениями, результатами? Каким-то образом наблюдал вообще за ними? Наблюдал, наблюдал, да. Был такое. Я за всеми командами пытаюсь следить, думаю за которыми, особенно и с нгшными командами. И как вообще ты думаешь, в чем была причина вот этой черной полосы Na'Vi? Людям, может быть, просто надоело играть вместе друг с другом. Не знаю, такое бывает, я думаю. Может просто возраст тоже как-то влияет на это. Все-таки игроки уже такие довольно олдовые. Насколько важна какая-то, не знаю, дружеская атмосфера, допустим, в коллективе? Конечно. Ну смотри, вот нужно прям быть такими друзьями, там, папчики вместе катать, не знаю. Да, да. Прям вот так вот нужно? Просто деловых отношений мало, да? Я считаю, что так, да. У меня как-то один раз очень хорошо тогда общался с Мизери и даже играл, то есть там с ними. И вот он мне как-то один раз сказал, что в команде это главное именно не только как ты понимаешь игру и как ты вообще там играешь, а именно дружеские отношения вот эти вот, просто общение даже самое банальное, оно реально очень много значит. И как у вас, дружеский контакт в команде уже налажен или вы в процессе становления? Мы как бы сейчас только начинаем, но вполне всех все устраивает, все как бы такие настроены позитивно, по-доброму. Так что вообще все устраивает, очень круто. Вообще сколько по времени получается уже играешь с Artstyle'ом с Иваном? То есть вы в СВЗ играли и сейчас сколько это всего? На самом деле не так, что и много, но если с СВЗ мы там поиграли месяца, наверное, полтора, ну и сейчас в Нави там где-то может месяц сейчас закончится, вот. Получается месяца два с половиной, три вот так вот с Иваней я играю. Где-то так, да. Вот почему я задала этот вопрос, потому что про Artstyle'а очень многие говорят как про легендарного капитана. Ну это всем известный факт, что с капитанами серьезный напряг в СНГ. И вообще в принципе в мире мало хороших капитанов. Как думаешь, что делает его именно хорошим капитаном? Это черты характера или какие-то фишки в понимании игры? Это его характер. Серьезно. На самом деле, мне кажется, любые четыре игрока и вообще даже суперсредних будут гораздо лучше играть, если будет с ними Artstyle. Я не знаю, он очень позитивный, он очень старательный вообще, прежде всего, приятный в общении. Он никогда не сдается. Не знаю, Artstyle классный парень. Так что про него это не мифы ходят, а правда. Если, допустим, какой-то игрок в команде ошибается, что-то делает систематически не так, на твой взгляд, как должен действовать капитан? Если бы я знал, на самом деле, но я думаю, что может и поругать тоже в какой-то степени надо. Потому что если не будешь ругать, то он также и будет продолжать систематически ошибаться. Но в то же время, но это надо именно делать после игры. В обсуждениях, со всей командой. Вот это уже говорить. То есть ни в коем случае не в игре взять его и начать флеймить за то, что он там не попал станом или что-то не так сделал. Это ни в коем случае не в игре. То есть вот как раз в Artstyle такая манера присутствует. Он никогда не будет флеймить, если что-то кто-то не так сделает. Он никогда не будет говорить, что ты не прав. Он потом после игры, да, после игры уже обсуждение, разбор полетов уже проходит. Там уже можно сказать, что ты тут не прав. Пытайся там учиться, изменять там что-то по-другому, играть. Ну и так далее. Как много времени вы вообще тренируетесь? Ну вернее, сейчас только вышел патч, еще трудно судить. А вот допустим до патча, еще когда вы играли. Как много времени вы тренировались? И сколько процентов вы уделяли конкретно играм? А сколько каким-нибудь просмотрам, реплеям, обсуждениям и так далее? Вот как вот мы только собрались и начали играть, мы играли серьезно практически каждый день. То есть у нас был выходной, где-то, наверное, в субботу, воскресенье. И то там даже, допустим, по-моему, было даже чуть ли не 6 дней, мы в неделю сыграли тогда. А сейчас когда до патча, после StarLadder, до патча мы сделали перерыв, где-то неделя практически. И вот сейчас вот патч вышел, мы начали уже тренироваться на новом патче. Соответственно, будем играть очень много игр практически каждый день. Как минимум по 5-6 игр точно, я думаю. Какую долю тренировочного процесса занимает не матчи, а какие-то обсуждения, и вот, как я говорил, просмотры реплеев? Больше, наверное, 90% того, что просто тренировочные игры, а уже потом просмотры реплеев, наверное. 10% именно, то есть таких важных игр каких-то, которые мы видим какую-то ошибку именно в игре какую-то, что мы делаем что-то не так, то, соответственно, мы потом уже берем, просматриваем реплеи и делаем какие-то выводы для себя. Посмотри, пока ты следил за командой со стороны, наверняка ты думал, боже, вот этот чувак, он вообще не умеет то-то и то-то, а вот этот там, он плохо в лейнинге, а вот этот вот вообще, походу, не понимает, что в драке делать. Ну и понятное дело, одно дело смотреть со стороны, другое дело, когда ты играешь в команде с людьми, коммуницируешь с ними, понимаешь их ход мысли. Есть ли в твоей команде нынешний кто-то, о ком ты очень сильно поменял мнение? На самом деле, я поменял очень мнение о Денде, вот серьезно. То есть, как бы все считают, что вот он там недоигрывает, еще что-то там. Я, прежде всего, всегда говорил, что он всегда, он просто, он сильный лайнер, он всегда выигрывает линию, серьезно, все игры он отыгрывает хорошо. Допустим, в пабе говорят, что вот там в ранке, здесь с ним нереально выиграть и так далее, то есть, что он такой человек мерзкий. Поиграв с ним, я понял, что это все фигня, то, что Денде серьезно, он адекватный, он старается, он каждую игру просто на полную, просто на полную старается победить. Вот о нем у меня очень мнение поменялось, именно в хорошую сторону. Я когда задавала этот вопрос, я тоже во многом думала про Денде, потому что я вижу, да, как комьюнити относится к нему со стороны, и я слышала очень много отзывов от людей, которые с ним играют. Это колоссальный контраст. Он совершенно другой, именно, когда ты играешь с ним в команде. А то, как они обзываются именно со стороны, или еще там что-то. Просто люди не знают, какой он человек на самом деле, и как он вообще ведет себя в коллективе. А зря. Так что прежде чем писать мерзкие комментарии на форумах, поиграйте в Na'Vi с Денде в одной команде. Предлагаю плавно перейти к теме нового патча. Этот патч просто эпик, и я пока еще не решила, нравится он мне или нет. А вот что ты можешь сказать, какое твое общее впечатление о нем? Патч шикарный, потому что, прежде всего, сделали легче оффлейн, а мне, соответственно, как игроку оффлейна супер повезло. Вот. Теперь, ну, так как у меня есть еще, допустим, всякие такие сигнатурные герои там свои, я могу теперь пулить крипов на оффлейне. Это вообще очень круто. Мне вообще очень нравится, серьезно. Потому что все герои практически балансные. Серьезно. Даже вот эта земля, которая добавлена в CM-мод, она, конечно, может и противную, но я считаю, что это не такой уж сильный герой, что его так боятся. Я думаю, в компетенте в Доте он будет не так силен, как, допустим, в паблике. А ты вообще любитель Роспирита? Стоит ждать его в твоем исполнении? Нет. Вообще совершенно. Я, наверное, сыграл на нем две игры, и то там сошел в паблик, нажал рандом, у меня выпала эта земля. Я нажал еще раз рандом, репик, точнее, у меня выпала опять она. То есть вот так вот у меня где-то игры. Игры две, наверное, на нем есть. Так что не знаю. Не знаю, если команда скажет, пытаться там что-то учиться на ней. Я, конечно, сказал, что я не особо очень горю желанием. Но все зависит от того, как будем пики делать, что вообще будем делать. Это, кстати, очень интересная тема-то про пики. Artstyle он такой авторитетный пикер, который, мол, частично героев набирает? Или это все в процессе живого обсуждения? Нет, в процессе живого обсуждения между всеми игроками. Ну и Artstyle очень такой человек, он как бы для себя знает, кто на чем играет. Он такой пикер, он, допустим, знает, что вот у меня там есть дитяры, там у него есть 3-4 сигнатурки какие-то, я возьму там ему какую-то именно, подбирая под пик. То есть он это все прекрасно знает, все обдумывает, но все принимается именно с решением команды. Прям по описанию Dream Team, знаешь, такая, где все сидят, свободы, равенство, братство, выбирают героев. На самом деле так и есть, не знаю, мне прям очень все нравится, по-моему, всем все нравится в команде. Это нереально важно, на мой взгляд. Вот, да. Потому что когда тебе комфортно, ты получаешь просто плюс 10 к урону, плюс 500 хп, и тебе круче играть. Да, да, да. Ты чувствуешь себя всемогущим, и все такое. Как я тоже говорю, то есть это еще раз доказывает то, что именно атмосфера между игроками, она просто, это, наверное, 80% залога победы. Что ты можешь сказать о новых предметах? Потому что, на мой взгляд, некоторые из них очень странные, с этим каст-ренджем спллов, с этим ренджем атаки, и все такое. Я, наверное, еще в паблике даже ни одного предмета не попробовал собрать, если честно. Вот. Может, против тебя собирали? Я замечал, да, я замечал то, что там стрела у Мирана летала, хрен знает куда. Там, то, что дракон Деката бил из-под хг просто по тавру, когда у него был этот артефакт на рейндж атаке. Вообще крутые артефакты, я считаю. Вот этот артефакт, именно который дает рейндж атаки, он очень классный. Почему? Потому что он вначале дает хорошие статы, и потом из этого артефакта просто можно разобрать, там, собрать бутерфляй какой-то, или бкб там. То есть вообще круто. Бкб бутерфляй в идеале, потом разбираешь, собираешься. Что касается новой руны, насколько она вообще функциональна, и как ты думаешь, в чем смысл вообще вводить эту руну? То есть это какой-то баф нюкеров в миде, или для чего она вообще? Зачем она? Руна классная очень, серьезно. Я там слышал то, что это нам пришло из лола, что-то там такое похожее есть, я правда не знаю, но руна очень крутая, серьезно. Я видел это как... Я сам пробовал это, я видел, как это используется. Офигенно. Она будет очень много решать. На той же Энигме, допустим, ты взял просто эту руну, дал Блэк Холл, парни записали тайминг, а тайминг-то уже не тот. Это много решать будет, я считаю. Ну да, это довольно сильно. Кого из твоих героев, которые тебе нравятся, которым ты хорошо играешь, в этом патче апнули? И вот они прям вернутся на сцену, вот ты такой радостный сидишь и думаешь, вот покатаю наконец-то. Прежде всего это Тинни, который как бы его хоть и порезали немножко, но это с Крэгги сделали именно при ударе, то что они вылетают. Но зато сделали оффлейн, а так как я хожу на Тинни в оффлейн, я теперь могу там пулить крипов, и собственно вообще все супер. Во-вторых, это какие-то аганимы, допустим, на тех же Санкингах, на Тайтхантерах, это реально круто. На Магнусе, это будет много решать. Мне это очень нравится. Так как я играю в основном, люблю таких героев и инициаторов, мне это очень в плюс. А ты уже попробовал какой-нибудь новый аганим собрать, ну, на какого-то героя? Я видел, как вообще используется, а так сам не пробовал пока что еще. Я мало игр сыграл где-то, не затестил пока что. Видел, как Санкинг копает, если что, это я видел, да. Но там практически, там чуть-чуть, наверное, как у Никса с аганимом стан, такой же, наверное, рейнжи где-то. Какой станет соревновательная Дота после всего этого? Не приведет ли это к тому, что у нас будет какой-то бесконтактный бой, люди будут стоять, у нас будут не замесы, знаешь, 5 на 5 в центре карты, а просто будут стоять люди там за дворами и пуляться всем, чем только можно? Да не, не, такого не будет, я думаю. Я думаю, что это... Дота, она балансная игра, и просто такого совершенно не будет. Просто невозможно, я считаю. К этому просто надо привыкнуть. Каждый патч к нему привыкаешь, и потом все нормально, то есть ощущаешь себя. Я считаю, что все в норме. Теперь все будем смотреть игры Na'Vi и ждать каких-нибудь новых апнутых героев, новых апнутых итемов и всего остального. Да-да, но на Боннике вот этот вот артефакт, допустим, у нас дитяра очень хорошо на Боннике играет, то есть его сигнатурный герой, и вот этот вот герой на рейндж-атаке, он очень сильный для него. Мы уже попробовали, реально классно. Сейчас некоторые команды находятся в Китае, на ВЦА, и они просто полетели туда, не сыграв ни одной игры на новом патче, и сейчас они прилетают на лан, на нормальный такой лан, солидный, вроде с призовыми нормальными, где им придется играть на всем новом, на новых героях. Как ты вообще думаешь, насколько хороша эта затея, насколько сильно это поменяет вообще расстановку сил, и насколько адекватно со стороны разработчика вводить такие патчи как бы перед крупным турниром? Не знаю, я считаю, что они в нормальное время, во-первых, ввели, потому что прошел саммит, а потом вводить когда? А потом, то есть, нужно дать время для... Там уже начнутся квала на мажор, то есть ввести именно патч перед квалами на мажор будет вообще неправильно. А в АЦА такой турнир, ну как бы сделали, ну... Так вышло. Это самый оптимальный план был, я думаю, для Valve, потому что это норм. Вообще, я считаю, что как бы все игроки-то, они на таком уровне одинаковы практически, на просто сцене, и привыкать что той, что той, что другой команде одинаково. Поэтому тоже баланс присутствует на турнире том же. Что другой команде будет непривычно играть на новом патче, что врагам, например, я не знаю. Я думаю, что это нормально. Ты упомянул про саммит. Саммит во многом стал сенсацией, потому что команда, которую вообще рандомно позвали последним оставшимся инвайтом, не просто в гранд-финал прошла, но еще и нормально там повоевала с IG. Я говорю про Virtus.pro сейчас. Наблюдал ли ты за турниром вообще? Какие у тебя впечатления? И в частности, что ты можешь сказать по выступлению ВП? Наблюдал. ВП очень качественно отыграли весь турнир. Серьезно. Потом прошли финал, я только смотрю финал. Так как, как я помню, они 3-2 проиграли, да? Да, причем в начале 2-0 не сделали. Вот, вот, вот. Я рассказываю. Они выиграли такие 2-0. И потом я смотрю, что. СНГ команда начинается, короче. Вот это, по-моему, самый первый их проигрыш. Лил пошел там на фарм визаже. То есть такой говорит, все, давай, сейчас раздам в соло. Че, у нас, говорят, у нас есть право на ошибку, все нормально. Давай, попробуем. Почему нет? Тем более, так, 2 карты тогда они вообще очень просто взяли. Поэтому, почему бы нет? Соответственно, все, доверились, поверили. Решили рискнуть. Какую-то фигню попробовать. Ну, раз, проиграли. Потом проигрывают вторую игру. А уже как бы все. То есть они прошли в точку невозврата уже как бы после второй игры. Уже трудно. После второго проигрыша СНГ команде очень трудно взять и выиграть следующую. Это реально факт. Я знал, что они проиграют. Уже после первого, наверное, после первого проигрыша. Твои прогнозы на инвайты. Квалы, в принципе, уже не за горами. Сейчас что, праздники, салаты, потом квалификации. Как ты думаешь, кто из команд уже заработал себе инвайт? Ну, если не на мейн-эвент, то хотя бы на региональные квалы. Ой, на мейн-эвент я даже, кстати, не знаю, кого могут позвать. На мейн-эвент, ну, из СНГ, наверное, команды ты хочешь узнать, кого. Ну, я думаю, вообще в целом, потому что, вот смотри, есть какие-то однозначные кандидаты, даже на мировой сцене, да, типа IG и OG. Ну, это да, это понятно. А остальные под вопросом, на самом деле. Кстати, я так, знаешь, задаюсь вопросом, дадут ли OG прямой инвайт. Я, конечно, думаю, что дадут, но могут и не дать, может быть, кстати. После того, что, как бы, не знаю, мне кажется, что VP должны дать, как и давали, в принципе. Прямой инвайт. Они сабильная команда, которая хорошо отыгрывает на всех турнирах, везде светятся. Я думаю, VP дадут прямой инвайт. Про Empire, ну, не знаю, на квала, наверное, это 100%. Тут даже вопросов нет. 4 CL я не знаю, то есть у них, как бы, должен быть слот на региональные квалы. Что с ними? У них замена была, считай, недавно. У них от них и GM ушел. Ну, вот, я, как бы, с ними со всеми общаюсь, то есть, и поэтому я разговаривал. Мне, там, один игрок говорил, что вообще не знает, с кем играть, игроков, как бы, нету. Поэтому я не знаю, то есть дадут 4 CL слот, а кто там играть будет, непонятно. Потом, ну, всякие, остальные команды, это уже понятно. То есть, я не знаю, в принципе, команд-то в этом сезоне очень мало, которых можно позвать. Поэтому я надеюсь, что нам тоже дадут на региональный CL слот, серьезно. Ну, просто не набрать команд, сколько там, получается, 12 команд там? Я тебе точно не скажу, но в любом случае, да, это минимум. Поэтому, я не знаю, в этом сезоне так-то все команды просели, серьезно. Вообще все. То есть, даже Вега так хорошо отыгрывали, вообще была, я не знаю, я считал, что она просто с топа 1 СНГ команды. Невероятно были лучшие. Сейчас очень сильно просели. Empire тоже просели. Сейчас все команды в этом сезоне такие себе. У всех какие-то проблемы. Не знаю, кого там позовут именно по прямому инвайту. По региональному, ну, все как бы понятно, кого. Но много команд просто перечислять не хочется. Что ты думаешь вообще обо всех этих нововведениях с мажорами, с трансферными окнами? Вообще это на пользу сцене идет или нет? На пользу. Вообще это 100% на пользу. Вообще тут даже не оговаривается. По-моему, вообще всех уже достали эти дисбанды. Какие-то просто решаплы нереальные вообще. То есть сейчас команды стараются играть одним составом, серьезно. Менять там одного, может быть, двух игроков максимум. Нежели раньше. Это реально, на пользу все пошло. Тут даже не оговаривается. Ты вскользь упомянул про VEGA, что VEGA реально показывали такую впечатляющую игру. Но длилось это очень недолго. То есть сначала они плохо выступили на Инте, потом они выиграли ESL, и потом у них опять какая-то черная полоса началась. А ты думаешь, по какой причине? Вроде все при них, и стабильность состава, о котором мы говорили. Но что-то резко не пошло. На самом деле VEGA очень хорошо играет, они просто неудачники. Вот серьезно. Ну, просто вот бывает так, не везет и все. Ты ничего не можешь сделать. Я не знаю, от чего это зависит. Может, какого-то проклятого игрока в твоей команде. Представляешь? Ну, это серьезно так. Тот же мажор. VEGA. Идеально же отыгрывали. Просто идеально. Выиграли OG там 2-0. Все, все круто. Вообще ничего не предвещало беды. То есть серьезно, все думали, что все, VEGA возьмет топ-место какое-то. А потом, как обычно же, VEGA не везет со сеткой. И все. До свидания. Это очень, очень, очень дезморалит команду. Серьезно. То есть они как бы понимают, что все было идеально. Они всех выигрывали. Выиграли победителей мажора. Просто 2-0 в такое салатище. Просто они это сидят и понимают. Но ничего сделать не могут. Это реально на мораль очень влияет. Как ты вообще думаешь, насколько в доте важен фактор удачи? Я сейчас говорю не про повезло-не повезло с сеткой, а именно про внутрикровой рандом. Вот допустим, тебе повезло на руну, убил мидера, выиграл игру, грубо говоря. Вот насколько такие вещи имеют значение в доте? Везение. Я это привык замечать за игроками с Украины. Серьезно. Я не знаю почему. Но игрокам с Украины реально везет всегда. Я просто не буду приводить, сколько игроков. Я сколько раз это замечал за каждым игроком. Но именно этот игрок всегда будет с Украины. У тебя были, например, такие случаи, что тебе как-то жестко везло, там, нужного крипа съел в лесу, нужную руну поднял и выиграл доту? Или дота, она как бы полностью зависит от скилла, и ты не можешь затащить на везение никак? Вот ты должен хорошо играть, тогда ты выиграешь. Кто лучше играет, тот и выиграет. У меня такой куча раз был. Серьезно. В общем, мы играем тогда на лиге на Фейссити. Ты слышал, наверное, по-любому. Да, да. Получается, я стою на Тине в Афлейне. У меня вообще ничего нет. У меня лежат там Пузы и Боттл. На 15 минуте. То есть ничего нет. Нас враги задавили, все очень плохо. Я нахожу инвиз руну внизу. Иду в инвизе, соответственно, у меня где-то хп 300. Подхожу, значит, я к руне. Вижу трех героев. Где-то по 200-300 хп. И они стоят около руны регена. То есть два героя по 200-300 хп стоят около руны регена. И встречают своего керри. Там дровка бежала, в общем. У него вообще где-то хп 50 было. То есть они для нее реген оставляли. А я, соответственно, в инвизе. Ну я, значит, подхожу со своим 300 хп в инвизе. Даю проказ по троим. А дровка еще перед этим выложила то ли ПТ-шку, то ли что-то такое там. То есть я забираю у нее артефакт, убиваю троих и беру в реген еще Боттл. Вот, все. То есть вот везение. Это вот просто. Такое бывает, но очень редко. И это реально решает. Такое может произойти. Это реально. Никто от этого не защищен. Это может произойти в финале Инта. И все, как бы. Ну, смотри, опять же. Вот мне кажется, такое в финале Инта не может произойти. Потому что там сидят пять потных ребят, которые думают. Четыре мертвых врага на карте. Один живой чувак. И они не будут в таких ситуациях холдить там на 50 хп реген, выкладывать ПТ и что-то еще такое делать. Разве не так? Наоборот, будут как раз таки. Если бы я играл какой-то рандомный паблик, то есть я-то играл с нормальными парнями, все дела. То есть как бы это нормальные ситуации. Такие стоят саппорты, такие ждут для тебя руну. Дровка подошла, соответственно, там выложила, чтобы взять в боттл. Ну, вот. Это стандартная ситуация. Так все, там как бы игру уже не выиграть после такого. Кстати, вот эти камбэки очень хорошая тема для обсуждения. Раньше в доте не было, по сути, такой возможности. Но она была, она очень слабая. А потом, там, начиная, по-моему, с патча 6.83, ну, реально стало, ну, просто изи камбэкаться. Там 6.83 ты подходишь к базе, убиваешь пятерых человек, они байбэкуются, убивают тебя, у них миллионный творца прирост и 10 слотов новых. Сейчас, конечно, в этом плане получше стало. Ну, как ты думаешь, это доте на пользу пошло или нет? Я считаю, что да. Потому что нету игр в одни ворота. То есть, как раньше, допустим, одна команда, если была на уровень выше, она могла просто взять, задавить, там, не знаю, за 15 минут выиграть. То сейчас, допустим, все игры какие-то балансные. Нет такого, что там за 20 минут какая-то команда выигрывает другую. Ну, это во многом логично. Если я лучше играю и могу выиграть другую команду за 20 минут, почему я не могу это сделать? Почему мне надо пофармить пойти, похолодить, еще вот слотик взять, чтобы... Этого, не дай бог, парни байбэкнутся, убьют меня и купят себе по аганиму. Это да, правда. Это реально надо вымораживать. Ты сидишь и просто из-за этого злишься. Зато какое-то терпение вырабатываешь. Старание. Мне кажется, это жестко ударяет именно по СНГ доте, которая привыкла на характере бежать вперед, там, драться, драться, оттенда халдить, там, пофармить что-то. Мы сейчас уже все привыкли. Кстати, как ты думаешь, разумно вообще разделять вот доту по национальному признаку. То есть СНГ команды играют вот так-то, а вот китайцы, они играют вот так-то, а европейцы вот так-то. Или все уже достаточно хороши, чтобы адаптироваться под любой игровой стиль? Ну, все равно есть подразделения. Мне кажется, все это видят, все это знают. Все знают, как играют русские. Это все знают. Европейские команды, они более такие пособранные, я бы сказал. Но зато иногда русская агрессия, она как-то может задавить эту терпеливость Европы и Китая. Правда, редко происходит, но бывает. Мало ли повезет, да? Да, да. Все знают, что СНГ команды, они очень жесткие. Они чуть ли не самые сильные на самом деле. Но вот СНГ командам, наверное, не хватает какого-то... Вот чуть-чуть остановиться, почувствовать этот край, когда все, нельзя. Вот если бы это было, то СНГ команды реально были бы самые сильные в мире. Вот эта заявочка. Ну, я думаю так, мне так кажется. Китай вообще сейчас очень плохо играет, я считаю. Гораздо хуже, чем, не знаю, сравнивать там... Даже в Доте 1, там, я не знаю, или вообще... Не знаю, хотя бы 5 лет назад. Ну да, они когда-то, очевидно, сдали. Грубо говоря, там, пару лет назад у нас был полностью китайский финал на Инте, а сейчас китайцы там с боем пробираются куда-то там в топ-4 и так далее. Да-да-да, так и есть. Кого-то из всех игроков в мире, которые играют на оффлейне, мог бы выделить? Вот этот парень реально хорошо играет, я открываю его реплей, и прям становлюсь скилловым оффлейнером после этого. Это вообще, тут безоговорочно, это секси-бамбу, вот серьезно. Это лучший оффлейнер вообще, который, я не знаю, он должен играть в тир там один суперстар команде. Это факт, серьезно. Этот парень вообще идеальный игрок. Что тебя так манит в его игровом стиле? Я, блин, мало того, что он вообще как человек очень-очень крутой, и играет он, если бы я просто с ним не сыграл, там очень-очень много игр, и не послушал его вообще как человека, я бы, может, такое не говорил. Но то, что я вижу, и то, что я видел, что как он и делает, это реально самое лучшее, что я когда-либо видел. Это факт. Ты прям говоришь загадками. Что именно хорошо? Ну, во-первых, у него идеальное микро. Тут вообще не оговаривается. Я, допустим, могу сравнить его с Юниверсом, с каким-нибудь, и я просто сделаю 100% поставлю на Бомбоя. То есть, ну, не знаю. Бомбоя реально очень сильный игрок. Слушай, это прям был реально неожиданный ответ. Ну, в смысле, вот микро, что еще? Может, какая-то офигенная подача инфы? Да, да. Он очень классный капитан. Он такой капитан, что, допустим, он никогда не будет играть с людьми, которые не будут делать так, как он скажет. То есть, если он сказал, то ты должен это делать. То есть, я, допустим, даже когда играл там пару игр за 4 цел, там футбайкат, который, как бы, все думают, что он такой авторитет в команде, все дела, он просто все спрашивает, что, как делать у Бомбоя. Все. Вообще, всю игру говорит Бомбоя. Это, я не знаю, идеальный игрок. Смотри, получается, мы сегодня перемыли кости двум очень хорошим капитанам. Первый — это Артстайл, и второй — Бомбоя. А что между ними общего есть? Я не знаю, наверное, дружелюбность. Я не знаю, мне кажется, так. Командование, вот, все похоже у них, да. Это, может быть, так и есть. Так, давайте влечемся от Доты. Я думаю, что в Доте мы уже обсудили все, что только можно. Да, много тренировок, и очень напряженный такой при вот сейчас у вас будет перед мажором. Наверняка есть что-то, чем ты занимаешься, кроме Доты. Расскажи об этих удивительных вещах. Вообще, я учусь, как бы, по факту-то в магистратуре. Мне два года еще учиться. А так больше ты вроде особо и ничем. Так хожу, иногда девушка куда-нибудь своей. Быть проигроком. Так ли это круто, как об этом думают? Потому что люди думают, что ты просыпаешься, играешь в Доту, потом летишь на Мальдивы на турнир, выигрываешь его, прилетаешь назад. На деле, всякие ньюкамеры, профессиональные сцены, они сталкиваются с тем, что это очень напряженно, это отнимает много времени. Ты мотаешься по турнирам, и у тебя просто нет уже сил и желания играть. У меня просто муж и сестры, это профессиональный игрок, он тоже. И поэтому я с ним разговариваю постоянно на все эти темы. Как вообще, да как. Я с ним говорил много на эту тему. Какая-то усталость от всего этого. Наверное, это все-таки, понятно, дело есть. То есть, он не сам говорил, что да, это иногда очень достает. То, что мотаться постоянно из одного места в другое, там времени на какие-то другие дела нету, постоянно играешь. Но в то же время, говорит, это терпимо, нормально. Если сравнивать вообще. Вообще, есть люди, которые там работают на заводе. Или в шахте. Да, вот то есть, давай, если сравнивать с этим, то как бы даже вообще рядом не стоит. Так что нормально. Нормально. А если не секрет, то в какой дисциплине может твоей сестре выступать? В лол. Может быть, ты назовешь его никнейм? Я не очень разбираюсь в лоле, но может кто-то и слушатель разбирается. Олег Сич. Можно закругляться, переходить к приветам, там всяким пожеланиям. Все, тиммейтам Горольфов передаю привет там. Спонсорам, ага. А что еще кому? Ну и девушке своей. Все, так мало приветов? Ну а кому еще? Ну я не знаю, можно еще... У меня там есть друг старый-старый, в общем. Он меня просил давно привет передать. Он уже в доту, правда, не играет, по-моему. Но все равно. Январь у него ник. Ему передаю привет. И Шадовеху. Во. Спасибо тебе большое за разговор. Подписывайтесь на наш канал. Следите за новыми выпусками. И всем пока.